Блин, такие хорошенькие, такие меленькие, блин, ну ту-ту, я бы их... Подождите, а случайно на моем экране не отражаются, какие у меня карты? Мы продолжим игру. Давай подождем. Здравствуй, Нэнси. Прости, если я отвлекаю, но могла бы ты ответить на один вопрос для видео? Ну, здравствуй. Для видео? На вопрос? Естественно, я не буду против. Итак, какие у вас будут пожелания нашим зрителям на следующий год? Ну, что я могу вам пожелать? Живите ярко и счастливо, чтобы люди вокруг вас чувствовали ауру позитива. Если вы даже и не хотите быть примечательным человеком, все равно оставайтесь счастливыми и добрыми, чтобы вы никогда не ощутили себя полностью одинокими и что у вас никто не помнит. Если вы хотите создать что-то грандиозное, пусть будет с вами смелость. Уважайте себя, ну и не доходите до своей воли. Спасибо, Нэнси. Да, не за что. Вы что, тут пожелания записываете? А об этом все участие принимают? Да. Тогда подождите меня на секунду, мне надо коему-кому позвать. Зачем ты сюда нас зовешь? Сейчас мы делаем совместные пожелания на Новый год для видео. Подождите, а Павлов где? Пока, Павлова, не зови, пожалуйста. А почему? Не знаю. Ну ладно. Я не буду делать пожелания. Почему? Простите, конечно, но это не имеет смысла. Если хочешь чего-то хорошего от жизни, то нужно что-то для этого делать, а не надеяться на слова каких-то других людей. Маргарет, ну не будь глупой. Давай честно, зачем? Ну ладно, я знаю, что ты можешь сделать пожелание, которое будет иметь смысл в своей концепции, потому что не все люди могут знать то, что знаешь ты. Ты же все-таки у нас человек умный. Но если с такой точки зрения, почему бы и нет? Желаю быть вам свободными, чтобы вы не плясали по дудку судьбы и не делали то, что не имеет смысла. Достигайте своих целей, зная банальное. Но поверьте, для меня это очень животрепещущая тема. Мне сложно осознавать то, что я не могу жить свободно, как бы ни пыталась, из-за глупых обстоятельств моего существования. Так что, думаю, у людей намного больше возможностей для совершения чего-то стоящего, и почему бы этим им не воспользоваться? Какая к черту разница насчет каких-то предрассудков других людей? Это их проблема, что им не нравится то, что вы делаете. Это только их задача проживать свои эмоции нередовлетворенности вами, не ваши. Если это не выходит за грани человеческих всеобщих норм, то вы имеете полное право делать действительно нужные вещи в ваших рамках. Я всегда знала, что ты можешь пожелать действительно чего-нибудь такого разумного. Спасибо, Вита. Мари, что? Своё пожелание будешь сейчас рассказывать? Ну, я ещё это, не допридумала там, ну ты понял. А, ну ладно, я дам тебе ещё время подумать. Желаю, чтобы у вас были рядом люди, которых вы любите и которые любят вас. Любовь является самым лучшим чувством в мире, по крайней мере я так считаю. Чтобы в вашей жизни было куча разных эмоций, от которых вы будете получать наслаждение. Если вам плохо в этот момент, то желаю найти способ выйти из этого состояния и испытать счастье. Ещё желаю быть вам более сконцентрированными и внимательными. Это, конечно, не для всех актуально, но для нет, которых, как я, думаю, стоит пожелать. Кстати, Мари, я, конечно, понимаю, что ты хочешь приезжать с того места, где ты сейчас находишься. Но поверь, я с удовольствием бы тебя и так выпустил. Но я не могу это сделать. Просто я хочу что-то сказать, что... Чтобы ты не думала, что я мразь, который за попытку попросить о помощи, убьёт тебя. Поэтому ты можешь это сделать напрямую. Но я не думаю, что в этом есть смысл. Потому что... Да. Что они могут сделать? Ну, наверное, я, с одной стороны, но знаешь, ты меня ещё больше пугаешь тем, что ты такой честный. Потому что, может быть, ты ещё прячешь что-то хуже той информации, которую ты сказал мне до этого. Ау, прости. Ну, я просто не могу говорить ложь. Так, пожелания, да. Желаю вам, чтобы ваша жизнь была стабильной. Чтобы вы чувствовали себя в полной безопасности. Будьте готовы ко всему. Хочу, чтобы чувство собственного я не покидал вас никогда. Здравствуйте, Павлок. Так как вы решаете итог любых событий и их появления, можете сказать, что мы можем ожидать в ближайшем будущем? Неоткуда знать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова